привет друзья с результатами экспериментов к вам сегодня я представляете ровно год назад я начала свой эксперимент о котором сегодня буду говорить на видео я взяла два одинаковых сорта растения и посадила их в разную почву очень старалась держать эту длинную дистанцию записывать где-то местами промежуточные видео чтобы вам наглядно все продемонстрировать и показать какие различия возникают если выращивать растения в разных почвах экспериментировала я над двумя над двумя почвами это был минеральный грунт это который такой из камушков и почва обычная черная из пакета вот в эти две почвы я посадила одинаковые сорта растений кандидатом для эксперимента стал сорт syngonium imperial white это варигатный сорт из семейства ароид что самое интересное в этом эксперименте это то как отреагируют на разную почву варигатный пестролистный кто-то называет сорт растения ну а также как отреагируют на разную почву именно растения семейства ароидных чтобы мое мнение не было таким субъективным что вот эта почва лучше что вот эта почва хуже я именно сделала провела этот эксперимент и записываю для вас видео итоговое где мы будем сравнивать растения спустя год об условиях эксперимента я отсекла от растения два одинаковых промежуточных черенка зачатками корней которые растения пустила в воде то есть там был одинаковый биоматериал так сказать у черенков с одним листиком с одним промежутком и с наличием корней один черенок я посадила в минеральный грунт и насыпала туда удобрение которое шло в комплекте к этому грунту второй черенок я посадила в другую почву черненькую с добавлением тоже популярного гранулированного удобрения которое хвалят многие садоводы растение которое я посадила в обычную почву которая черная держалась после посадки крепче своими корнями в емкости в которой я посадила в отличие от растения которое посадила в минеральную почву ссылки на почвы и удобрения которые участвовали в эксперименте я размещу только на площадках Дзена и во Вконтакте. По условиям, растения росли в одном месте, они у меня стояли в одной корзинке, я их одинаково поливала, одинаковые световые, тепловые условия, у них все было одинаково, за исключением только почвы, которая у них была в корнях. Первоначально в росте стартанул черенок, который был посажен в черную почву, он выдал два новых листочка, по сроку напишу на видео, сколько месяцев прошло до такого результата, и при этом он еще сохранил старый лист. К этому же моменту в минеральной почве растение выдало два новых листочка и отсушило при этом старый. Спустя еще какое-то количество времени растение, которое было посажено в черную почву, оно выдавало уже третий лист, старый оно отсушило. В отличие от растения, которое было посажено в минеральном грунте, у него по-прежнему оставалось два нарощенных листочка. Меня такая динамика не особо впечатлила, потому что у минерального грунта хорошие существуют отзывы. Я начала разбираться и обратила внимание, что в результате перемещения, я же их в момент эксперимента ходила рассматривала, растение, которое было посажено в минеральную почву, оно корнями немножечко так подвыпрыгнуло из почвы. То есть растение в черной почве, оно держалось крепче и поэтому корни были очень плотно, как земля очень плотно обнимала эти корни. А растение после такой манипуляции, когда корни оказались засыпаны минеральным грунтом, растение пошло в рост и оно начало догонять то растение, которое посажено в черной почве. Ну так вот, вот наших два подопытных. Издалека, конечно же, разницу не видно. Сейчас мы вооружимся с вами своими приборами, у кого-то глаза, у кого-то линейка, у кого что имеется и будем сравнивать, какая разница между двумя растениями спустя год. За год, конечно, они не особо много выросли, потому что емкости у них небольшие. Я ничего с ними не делала, чтобы просто сравнивать и не нарушать условия эксперимента. Поехали, будем сравнивать. Это растение, которое посажено в обычную почву. Это растение посажено в каменную, в минеральную почву. Растение, которое посажено в минеральную почву, выглядит более неряшливо. Почему оно неряшливо выглядит? Я специально оставила засушенные листики, не стала их обчищать, чтобы вы увидели, что листьев было на самом деле больше. Но он их и отсушивает больше. Давайте сравним цвет стебля. Обратите внимание, любители пестролистных варегатных сортов, обратите внимание. Посмотрите, цвет стебля у растения, у черенка, который рос в минеральном грунте, он более светлый. Более светлый. У растения посажено в черную почву, он более зеленый, более темный. Сейчас мы с вами замерим растения по длине, по высоте. Потому что можно же представить, что они плюс-минус одинаковые. На самом деле нет. Сейчас мы линейкой с вами замерим длину стебля, ствола и длину, размер листа. Сколько мы здесь видим? 25 сантиметров по самому верхнему листочку мы видим на линейке. Высота этого растения от дна до макушки листика 25 сантиметров. Второе растение посажено в аналогичный стакан по высоте. Сейчас вы увидите, я его возьму вот так вот. Поместиться оно у меня в руке не может. Я боюсь, что оно у меня сейчас выпадет вместе с корнями из этого. Ну, в общем, оно точно выше. Так. Сейчас попробуем. 25 сантиметров. А это 30 с большим даже. Наверное, сантиметра. Это растение сантиметра 32, пожалуй. Сейчас я попробую на стол его поставить, чтобы его мне не вытянуть случайно с корнями. Смотрите, какая разница между ними. Я взяла на одной высоте держу. 32 точно есть. 33 может быть где-то. То есть, вот это 25 сантиметров по высоте. А вот это 33. Давайте сейчас сравним размеры листов. 10 сантиметров. 10-11, грубо говоря. 10-11 сантиметров. Это у растения, посаженного в почву. Здесь есть и поменьше. Например, 10. Другой листик у него 7. Другой листик. Еще один листик. У него тоже где-то 7-8. 8 сантиметров. 7-8. Вот этот беленький, свеженький возьмем. Беленький. Ну, не беленький, а сладовый. Этот у него 9,5 сантиметров. У растения, посаженного в обычную почву, Листья примерно от 10 до 8 сантиметров по кончикам взять. Если макушечку и вот этот вот треугольничек. Вот этот треугольничек. Сейчас сравним растения, которые посажены в минеральную почву. Какие же у него листья. Возьмем самый последний его лист. У него 13 сантиметров. У него листик 13 сантиметров. Этот листик у него возьмем. Давайте по маленькой даже стороне, если возьмем. 11,5 сантиметров. Этот у него маленький, небольшой. 10-11 сантиметров. 14 сантиметров. Размер листа, длина ствола у растения, посаженного в минеральной почве, Она больше. Он вытягивается выше. Листья у него крупнее. Сейчас просто без линейки сравним. Вот это растение, посаженное в минеральную почву, у него такие листики. А вот это обычная черная почва из пакета. Вот такой размер у них листа. Следующим пунктом сравним у этих двух растений способность к размножению. То есть наличие и количество воздушных корней. Насколько их много у того и у другого сорта. Здесь мы просто будем работать без линейки. Глазами. Глазами и будем считать. Давайте смотреть у растения, которое посажено в минеральной почве. Раз коленка с корнями, два коленка с корнями, три коленка с корнями, четыре коленка с корнями, пять коленка с корнями, шесть коленка с корнями. То есть у него шесть отсеков коленок между узлей с корнями воздушными. Давайте сравним способность размножения у растения, посаженного в обычную почву. У него здесь очень слабо развита способность к размножению. У него мало воздушных корней. Вот здесь вот что-то есть. То есть гипотетически размножить его можно будет, но не в таком количестве, например, как этот, почеренковать. По количеству листьев посмотрим, сколько есть. Здесь 6 листьев, а здесь с учетом того, что они обсушены, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их количество реально больше. А вот еще тот, отсушенный. Вы сами видите недостаток, они и обсушиваются. Еще обсушиваются по той причине, что они более светлые и растут. Каждый сам себе выбирает, как он хочет. То есть здесь оно более стабильное в плане листьев, а здесь оно более светлое и листья отсушивают. Мы с вами сравнивали стебли, что стебель у растения, посаженного в минеральную почву, вырос более светлым, у этого более темный. И по листьям тоже самое, та же самая история. Они растут чаще всего более светлые, чем у растения, посаженного в эту почву. У него вот, да, кстати, последний листик вышел салатовый, а до этого он казался реально более зеленым, более темным. Сейчас здесь я листики обдеру, чтобы он был более уже красивым. Результат эксперимента же я показала. Зафиксировали видео, листики можно убрать эту некрасоту. Хочется их раскопать и показать разницу в корневой системе. Ну, плюс-минус их, наверное, одинаково. Одинаково. Ну, размер растений совершенно разный, несмотря на то, что корни примерно плюс-минус одинаково. Даже мне кажется, вот здесь они, ну, из-за того, что, наверное, почва сама по себе не прилипает к корням, их кажется поменьше. Ну, плюс-минус их одинаково. И растения с меньшим количеством, например, корней, ну, визуально кажется, что здесь меньше. И растения с меньшим количеством корней, все-таки оно покрупнее. Тут видите гранулы удобрения, которые шли в комплекте с почвой. Здесь тоже гранулированное удобрение, которое популярно, широко используется у любителей цветов. Положила растения на белую поверхность, чтобы вы могли посравнивать еще в таком виде. Здесь, конечно же, по наличию корней будет казаться больше, потому что почва, я не стала ее сильно отряхивать от корней. А здесь из-за того, что в минеральном грунте, она высыпалась и ничего здесь почти не прилипло. По размеру сами видите, растения посажены в обычную почву и из минеральной почвы. Вот такие вот у нас дела, ребята и девчата, с нашим экспериментом. Дальше я с большей вероятностью продолжу эксперимент с минеральной почвой и с обычной черной почвой. Не зря же целый год с ними прожила. Надеюсь, никакого форс-мажора не случится, растения никто не сломает, не заморозит. И мы с ними увидимся в будущих видео и посмотрим, как они развиваются. А также в поисках сохранения варегатности, тут случился у меня инцидентик. Купила себе растение Philodendron Pink Kong. Каждому ли растению поможет минеральный грунт, для того, чтобы оно было более светлым, это еще неизвестно. Надо тестировать на разных сортах. Про неприятности и приятности, которые случились у меня, это то, что я купила себе два сорта. Давно о них мечтала, год или полтора. Охотилась, когда они появятся в более такой доступной цене и по доставке, чтобы это было не слишком далеко. Philodendron Pink Kong. Это растение, которое якобы выпускает один последний листик, и он розовый. И Philodendron White Kong выпускает последний листик белым. И что случилось? После того, как растения оказались у меня, конечно же, они были красивы. У одного был розовый листик верхний, и еще такой чуть-чуть розоватый, чуть пониже. И у белого также верхний был белый. В общем, когда он начал в естественных условиях расти, он просто растет зеленым цветом. Так что, ребята, девчата, не знаю, сталкивались вы с этим сортом растения, которое продается розовым. Потом оно просто вот свежий лист, что у Pink Kong. Он вообще ни разу не Pink Kong, а просто Philodendron зеленый, но стоит очень дорого. И это White Kong, который выпустил последний листик, он зеленый, предпоследний, он тоже зеленый. В общем, это все дело становится зеленым, именно Philodendron Kong. И я расстроена начала исследовать еще более активную информацию по варегатности растений. И нашла одно научное, так сказать, один научный эксперимент с веществом неким, которое, в общем... Наверное, надо снимать отдельное видео про варегатность, что мне известно и что влияет на варегатность. Затравлю немножечко, ну и поделилась новостями грустными и не очень грустными. Посмотрим, конечно, как он себя будет вести, но мне кажется, он будет просто Philodendron зеленый и не Конго. Если вы знаете какие-то наметки про сохранение или пробуждение пестролистности у растений, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень вам благодарна. До новых встреч!